подожди подожди коржик мне кажется он коржик на 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 ты нам мешаешь налить иди кушай нет добрый вечер друзья кабачки он не захотел а дробленку жрет много-много человек написала что пепа ты не получишь ничего ты только что ела я и дал тоже чуть-чуть обойдется скажи а вот это обидно да когда за стеной кто-то кушает написали что он похож на обычного поросенка даже если похож даже если похож ну я же сказал что я не прекращаю поиск кабанчика пепа не ну ай мне тут но я его не купил в 3 дорого для такого размера кабана он стоит достаточно недорого при том что это бартер мне кабанчика привезли и ну и приедут заберут поросят вот так но он точно не обычный кабанчик потому что у него короткие ноги возможно поместный возможно но тоже ничего не ясно ушки у него небольшие поэтому он на обычного поросенка не похож даже те свиньи из больших у которых ушки не очень большие то они все равно покрупнее а это прям маленькие ушки и отличительная черта вьетнамцу не закрученный хвост то есть у обычных свиней хвостик такой врагалик скрученный а у вьетнамцев а у вьетнамца вот они вот так им со стороны в сторону это вот прям отличительная черта но то что он носатый так манка с овсянкой тоже носатые то что он не пузатый так дарка тоже не пузатая можно откормить но он что-то не хочет кобыча пепа к нему прилезет ночью это точно что за дела скажи ему дали а мне не дают есть живота нету у него до кабанам и не нужен живот так что вот так а если а если в нем есть немножко ну как бы подмешано большого кабанчика ну то просто поросят когда буду этих продавать вот от моих свинок молодых ну как бы когда буду продавать поэтому по осени то есть по осени по весне то просто не буду не не буду а наоборот людям буду говорить что возможно не чистые вьетнамцы только на мясо чтоб не брали на свиноматок вот так но без кабанчика мне оставаться точно не хочется на данном этапе потому что придет время но придет сентябрь и мне нечем будет его покрыть так что но его их свинок моих так что вот так аппетит отменный хоть и место для него новое кушает вот и все вот и хорошо отойди отойди каши а дарочка надо надо смотри на устроить со стороны отойди вот видите она тоже не пузатая но это она сейчас наелась он сейчас тоже на естся это конечно у нее не такой длинный нос а ну а ушки ушки примерно одинаковые просто он не чуточку крупнее ну и у манки с овсянкой тоже уши не мелкие и нос такой же длинный когда у них нет живота то они примерно такие же как и как и коржик мне я буду коржик называть конечно эти пузыри получше я не знаю чем его там кормили может хотя нет наверно кабачками не траве не кормили может он травы там много ел что он такой хотя на траве был бы толстой но это так мысли вслух короче что будет то будет но вы тоже должны понимать он у меня будет жить еще больше чем месяц и за это время будет на будет видно какой он из себя и буду можно им покрывать или нет если как некоторые написали если он прям от большой кабан но типа с крупных пород то просто я его пока стреляю и он пойдет на мясо мясо сейчас дорогое так что так что вот так ну а так если подумать смотрите какие длиннющие мои девки и какие большие длинные у них нос и просто шина шея сало наросло но и пузо большое опороса и сегодня не намечается давайте пробовать время дробленки я им не сыпал кабачка дал только что они съели по одному кабачку большому и и все она покажи война покажи война она лежит отдыхает опорос не намечается я не колон ничего сегодня если буду колоть то завтра нет ну молоко там чуть-чуть гамурочка а таких фонтанов нету то есть как минимум как минимум до утра она ничего не она думает да музыка ну вот так все а так нету молока нету она нет нет фонтанов никаких так что просто просто ждем просто ждем если к завтрашнему дню она не соберется в поросица то завтра утром точно сделаю укольчик потому что потому что ей был срок 26 а сегодня уже 28 сейчас уже начнется 20 29 то есть уже у нее 117 день это много это много ей тяжело ей тяжело да и плюс а за эти дни поросята увеличивается ей поросица будет сложнее ну короче хватит хватит спать сальти сончики хорошие хватит спать кто будет рожать кто будет рожать ну вот такие вот дела шевельнитесь а ну чтоб я узнал что у вас все хорошо а вот тут толкнулся и вот толкается да тут все нормально знаете много из вас пишут что типа она тянет чтоб с овсянкой пороситься в один день да даже если бы не тянула я бы овсянке сделала кольчик овсянка вообще нервная она ножки у нее больные и она не хочет чтоб я заходил потому что временам я ее заставляю заставляю встать она этого не любит да вот так ну овсянку манка дотянула что овсянки время подготовилась и примерно на том же уровне что и у манки вот так ну а живот манюсенький но знаете манюсенький живот нельзя так сказать потому что сама по себе просто свинка громадная как бы места там в животе предостаточно свинки под 150 килограмм что одна что вторая примерно и поросята у вьетнамцев в среднем 700 800 до 900 грамм килограммовые это прям супер большие это уже весы обычного поросенка поэтому ну вот например 10 поросят по килограмму ну по 700 по 700 грамм это всего 8 килограмм плюс послед там 10 килограмм не так то и много не так то и много 10 килограмм и не такой то может быть большой живот плюс аппетит у них отвратный как бы дробленку кушать не хотят вот ничего не поели с утра ну и кабачок это даже кабачок не доела все нету мони ждем дальше вот такие вот дела девчушки вода в морозилке замораживается до сих пор я не заглядывал но я даже ну как бы не собирался ее сюда нести на ночь потому что у нас и днем шел дождь и сейчас такое моросит и на улице прям холодно и вентилятор прям дует свежим воздухом прям таким хорошим то вот смотрите на этом на гигрометре было вот там прям уже и расширялся вот там расширительный бачок ртуть то есть спирт туда уже поднимался а сейчас вот спустился до 24 а ночью будет еще прохладней то есть градусов 18-20 будет в помещении поэтому ночью не надо а утром если солнце вылезет уже притяну бутыл баклажку у меня замораживается 5 литровая вот так сделаем им тут кондиционер до красоточки и опороз будем в холодном помещении принимать а так вот видите сейчас со свежой девочки нормально себя чувствует отдыхают в лужу никто не ложился прям чистенькие ну насколько это возможно на данном этапе вот так да пупсёныш шо пупсёныш этим вот тоже свинкам давал кабачок и им половинку кинул отлично едят прям нравится но не наверно хочу я им даю не каждый день вчера не давал а сегодня вон кинул и травы сегодня им не давал не знаю почему такие вот дела нет отдыхаете пузыри так как кабанчик такой неясненький от больших или от маленьких но вот не сильно понятно да такой поместный нужно просто чтобы свинки были крупнее к моменту покрытия так что будем будем следить вот они недавно перегуляли сейчас в августе пропускаем а на сентябрь уже планируем покрытие за это время еще хорошенько наберут веса да вот так ты шо супермен ножки вытянула все и этим вот этим не даю кабачки не хотят ни в какую два дня вообще в там корыте они кисли я специально не выгребал и они их не съедали а все а сегодня уже выгреб поутру овсяночка овсяночка говорю одарочка давай пузо чесать будешь ложиться давай ложись девчонки даже давай а ну покажи какая-то красавица покажи давай вот так вот так я считаю что кабан не намного больше ну и кабанчик должен быть чуточку постарше как бы по правильному так и хоть я и сколько раз покрывал кабанчиком меньшим но будешь ложиться или нет а ты какая красота не хочет ладно ребят пошел я спать курочки несутся монетам написала меня уже разблокировали в инстаграм я могу управлять сообщение но там я не читал там мне одна зрительница писала что иногда яйцо ей ответил что могу продать она пишет так что ты продаж мне или нет я короче запутался и уже потерял ее сообщение надо найти и написать что я шли выше написал что могу продать короче не понял вот так 5 10 15 20 25 разбито 30 37 ух как много может вчерашние 37 40 45 50 55 60 ой как много 65 75 что происходит скорее всего тут я я вчера был рано и какие-то курочки вчера снеслись и сегодня снеслись потому что то у меня 70 штук вместе с теми а тут 75 только у этих здесь нет 75 курочек насколько я помню да здесь точно нету тут 12 самцов при этом тут бы по 42 штуки вот и считайте ну а так короче 75 83 все 83 сегодня на молодые еще не начали нестись какой как тут увеличится количество яиц появятся маленькие сразу буду убирать самцов и посажу тех которые сидят там в том помещении спины так и не пообрастали у них это конечно печалька но это скорее всего что за того что они белые и у меня недостаточно здесь помещение темно даже когда днем ну как бы свет выключен с окна пропадает много света для перепелок надо прям так темно вот эта клетка намного темнее потому что она закрыта со всех сторон но и при этом тут а у курочки не с лысыми спинами тут как бы потрите у всех курочек спинки у всех курочек спинки в порядке абсолютно абсолютно все с перышками красавчики закрываю а с этими нужно что-то делать как как им сделать спинки темненькие ну то есть заросшие я не представляю нужно будет вывести новых себе белых ну вот так ты все следишь да ты мой хороший мальчик все расходимся до расходимся шустрики что-то что-то им не понравилось водичка водичка у них с витамином и что-то у них жидкий помет послежу до завтра может им витаминчик не зашел ну вот так а может нужно комбиком другой короче посмотрим так себе ну как бы так цыплята себя чувствует хорошо вот жидкий помет смотрите он наваляли а потом лапами туда ну все на лапы залипла мне не нравится все из-за этого все из-за того что на пеленке на сетке были бы было бы намного лучше вот такая какая молодец цыпочка да ну так все у них хорошо тут кривыми лапками тоже в порядке короче все нормально температура у них тут высокая это единственное которым я не выключаю на ночь свет у них 30 35 градусов но из-за того что здесь нет этого она не нагревается до 35 вот в холодное время ну а так вот тут под лампой точно 35 есть потому что датчик вот тут а этим обормотиком на ночь и этим свет выключаю потому что потому что уже подросли и им нужен график ну и плюс температуру снизил чтоб и красная не не ну то есть не включалась хотя может среди ночи включится тут 25 градусов а там вообще вот у больших 22 выставил ну вот такие дела ладно ребят всем большое спасибо за просмотр ждем поросяточек ну как бы ждем завтра будем вызывать джина и просить чтобы это чтобы поросятки появились течение суток как-то так все друзья всем большое спасибо за просмотр всем пока пока